В минувшие выходные в Саранске завершилась программа девятой летней спартакиады учащихся России. В течение 65 дней около 3700 участников соревновались в 46 видах спорта, 10 из которых не олимпийские. Финальные состязания в рамках спартакиады проходили на территории 12 регионов страны. Мордовия принимала у себя финальные турниры по художественной гимнастике, синхронному плаванию, футболу у юношей и девушек, велоспорту, шоссе и BMX, плаванию, а также церемонии открытия и закрытия. Саранск по праву назывался столицей минувшей спартакиады школьников. Если говорить конкретно про Мордовию, я считаю, что Мордовия справилась. Соревнования прошли на высоком организационном уровне. Жалоб ни от спортсменов, ни от тренеров, ни от каких-то других людей, приезжающих сюда на соревнования, у нас не поступало. Мы довольны, что все хорошо завершилось. И я думаю, что перспективы проведения других масштабных мероприятий в Мордовии, конечно, они есть. И мы будем всегда рассматривать этот регион, поскольку он давно уже является спортивным, имеет классные спортивные сооружения. Я думаю, что в этом направлении совместная работа Министерства спорта, Федерального центра подготовки спортивного резерва и Республики Мордовии, Министерством по спорту Мордовской Республики, она обязательно продолжится. Девятая летняя спартакеда школьников России была официально завершена после окончания соревнований по велоспорту BMX, которые закончились безоговорочным триумфом мордовских велогонщиков. Уже после первого дня соревнований наши спортсмены захватили лидерство в общем зачете, победив в эстафете и гонке на время. На следующий день спортсмены состязались в классической дисциплине. У девушек 15-16 лет мордовским оказался весь пьедестал почета. Все три наши девушки, пробившиеся в финал, завоевали медали. Золото на счету действующей чемпионки страны в своем возрасте Дарьи Хлудневой, серебро у Валентины Ермолаевой, бронза на счету Виктории Маркеловой. По результатам хроногонки и результат эстафета мы занимали первое место. Ближайший нас соперник город Москва. Мы уже выиграли 165 очков. Это в принципе, ну, недосягаемо. Когда наши три девушки заняли с первое по третье место, вопросов уже никаких не возникало. Конечно, остались очень хорошие впечатления, и я очень рада за нашу команду и республику. У юношей из-за падения в финальном заезде наши велогонщики, к сожалению, остались без медалей. Однако это не помешало сборной Мордовии стать лучшей в общекомандном зачете по итогам дисциплины велоспорт BMX. Это максимальное количество очков в общий зачет по итогам всех видов спартакиады учащихся. Это же все-таки спорт, да, тем он интересен, что он непредсказуем, и сейчас мы с вами видели, да, и падения досадные в финалах, полуфиналах на BMX. И, как вы уже упомянули, в предыдущих видах спорта дзюдо, мы рады, что у нас есть медаль, награда, и сейчас подсчитают общие баллы и очки. Посмотрим, на каком месте окажемся, но верим, верим в итоговый успех. Мордовия уверенно держится в тройке лидеров общего зачета спартакиады среди регионов с населением менее миллиона человек. Окончательные результаты будут подсчитаны и оглашены в ближайшее время.